Наталья Ивановна, мы к вам через полчаса подъедем. Удобно будет? Сегодня фельдшер Николай Бабришов посещает тяжелого барнаульского ребенка. Все необходимое с собой. Медикаменты, катетеры. В патронажной бригаде обычно несколько человек, и каждого нуждающегося они посещают несколько раз в месяц. Сейчас в регионе проживает 230 деток, которым требуется палеотивная медицинская помощь. Если раньше мы обслуживали только барнаул, сейчас мы обслуживаем весь практически Алтайский край, кроме Бийска и Рубцовска. То есть мы выезжаем в районы, вот вчера мы были в Алтайском районе. Большая часть детей – это дети с поражением нервной системы, это органическое поражение, это энцефалопатия, эпилепсия и последствия ДТП. Этот подросток попал в ДТП два года назад. Его сбил автобус. С тех пор он в тяжелом состоянии. И надежд на выздоровление, впрочем, это касается всех палеотивных пациентов, уже нет. Он дышит благодаря специальным аппаратам и питается тоже благодаря им. Иногда патронажная бригада приезжает к нему домой, но часто такие больные месяцами находятся в стационаре. Сейчас здесь 10 коек. Мамы почти всегда рядом. Ко всему привыкаешь. Я стараюсь просто не продолжать. У меня есть еще младший сын. Я просто стараюсь жить, как жила. То есть да, конечно, это тяжело. Я стараюсь как-то это все, помощь найти себе. Но я живу, как жила. Я не умываю. Да, он сейчас такой. От судьбы никто не застрахован, нет. Палеотива нет, чего другого. Но не каждый родитель в состоянии самостоятельно справиться с подобной сложной ситуацией. Многим требуются помощи, прежде всего психологическая. В том числе для этого решено было создать фонд помощи палеотивным деткам и их родителям. Пока фонд лишь регистрируют, рассказывает его руководитель, тоже мамочка тяжелого ребенка. Когда человек сталкивается с такой проблемой, он не подготовлен. И ему нужен какой-то человек, которому он может выговориться, с кем он может посоветоваться. Как только регистрация будет пройдена, мы создадим страницы в соцсетях и через соцсети будем оповещать родителей, какую-то информацию им выдавать. Будем оповещать общественность, может быть, какому-то ребенку какой-то сбор организовывать. А помощь требуется. Несмотря на то, что государство выделяет средства на таких детей, денег не всегда хватает. В том числе на реабилитационные поездки. Руководитель отделения палеотивной помощи поделилась, что им не достает и врачей, в том числе психологов. Работа сложная, выезжать к деткам требуется регулярно. Не хватает в стационаре и мест для таких тяжелых больных. Но этот вопрос в ближайшее время будет решен. Эти пока еще пустые, палаты скоро заполнятся. Отделение планируют увеличить на три койко-места. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.